В Сахих аль-Бухари приводится хадис, что Усман ибн Абе аль-Ас, имам Таифа, часто путался во время намаза, пришел с этим к пророку алейхиссаляту вассалям и сказал «О посланник Аллаха, шайтан мешает мне совершать намаз и читать Коран, он постоянно путает меня». Посланник Аллаха саллаллаху алейхиссалям сказал «Это шайтан, которого зовут Хинзаб, если ты почувствуешь его, то попроси защиты у Аллаха и поплюй три раза налево». После этого Усман признался «Я начал так делать, и Аллах отвел от меня шайтаны». И так этого шайтана зовут Хинзаб, и он выполняет определенную функцию. Он появляется к тебе только тогда, когда ты встаешь на намаз, и исчезает, когда ты заканчиваешь. Он начинает внушать человеку разные мысли, напоминая ему о таких вещах, о которых человек и не вспоминал. Он напоминает тебе о твоих делах, которые ты должен сделать после намаза. Напоминает о том, что ты забыл что-то в машине, либо внушает какие-то плохие мысли. Делает все, лишь бы тебе помешать и запутать. Пророк указал, что это от шайтана. Когда ты встаешь на намаз и понимаешь, что шайтан борется с тобой, и что это твой враг, появляется внимательность. Ты становишься более сконцентрированным, чтобы противостоять своему врагу. Поэтому посланник Аллаха говорил, что будут люди, которые после совершения намаза получат только половину от награды за него. Будут и те, кто получит только треть. Посланник Аллаха сказал, что некоторые не получат от намаза ничего, кроме усталости, никакого вознаграждения. Шайтан украл все. Во время намаза, если вас беспокоят навязчивые мысли, и вы часто путаетесь, произнесите «Ауду билляхи мина шайтан р-раджим» и поплюйте три раза налево. Это подобно побиванию шайтана камнями. В итоге он исчезнет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok